В Нью-Йорке прошла презентация обновленной российской заявки на расширение границ арктического шельфа. Комиссии ООН были представлены дополнительные доказательства того, что огромный участок дна Северно-Ледовитого океана это естественное продолжение Евразийского континента. На сбор подтверждающих материалов ушло почти 15 лет. За это время ученые совершили 9 экспедиций с использованием ледоколов и подводных лодок, провели бесчетное количество замеров и проб. Нам это интересно в первую очередь, потому что позволит уже перевести чисто российскую юрисдикцию, огромную площадь, это более 1 миллиона, а точнее 1 191 тысяча квадратных километров в российскую юрисдикцию, где будут исключительно российские законы и где мы, естественно, будем устанавливать собственные правила введения работ, введения деятельности в Арктике. Это будет Арктика наша, международно закрепленная в рамках международного законодательства. Огромное количество работ было сделано и по сейсморазведке, и бурение было с помощью подводных буровых аппаратов. И были подключены и подводные лодки, которые тоже вели работу. И вот мы сегодня как раз все это представили. И эта презентация была принята. Территория, на которую претендует Россия, а также Норвегия, Дания, США и Канада, предположительно богата углеводородами и, кроме того, чрезвычайно привлекательна с точки зрения прокладки новых транспортных маршрутов. Представленные материалы международные эксперты, как ожидается, будут рассматривать от 2 до 4 лет. Кстати, презентация датской заявки, которая должна была пройти одновременно с российской, в последний момент была отменена, авторы взяли тайм-аут.